Радио 54 Первое. Областное радио История началась года три назад, может быть даже больше. Автор идеи был Николай Николаевич Симонов. Он тогда возглавлял Министерство промышленности Новосибирской области. И, насколько он нам рассказывал, вместе с рестораторами новосибирскими они где-то встретились и... Я подозреваю, что в ресторане. В ресторане, наверное. И у них появилась идея все-таки нашу новосибирскую кухню как-то соединить и популяризировать. И тогда был кинут клич по всем районам Новосибирской области, через Минпром, чтобы собирали рецепты. Уникальные, может быть, что-то есть передающееся из поколения в поколение. А вот дальше началось самое интересное. Максим Константинович Астанин, который замминистра промышленности собрал нас всех воедино, в Министерство экономики. В ресторане, опять же. Нет, у себя в кабинете. Это было очень сложно. Минэконом, Минкульт, Минпром, мы, рестораторы. И мы обсуждали, по каким критериям, что берем из этих рецептов. По одному рецепту отобрали от каждого района. И рестораторы взялись готовить эти блюда. Причем в процессе готовки они что-то добавляли свое в этот рецепт. У нас был, как это называется сейчас, фотограф, который еду фотографирует. Фотограф, да, который все красиво сфотографировал. Это были реальные рецепты, реальные блюда. Вот они вошли в нашу книгу. Итого, сколько там всего рецептов? От каждого района по одному. Так, и плюс рецепты от рестораторов больше 50. 50, 54 или 53. Каким-то образом войдет в меню четкая позиция? Или пока под вопросом? Под вопросом. Потому что наши рестораторы, они свои рецепты сюда включили в эту книгу. То, что у них эксклюзивные, тоже местные, колориты. Есть бренды из продуктов. Вот та же красукская говядина, которую выращивают в красуке. В Новосибирске не всегда ее можно найти, да? Да, то есть вот такие. Ну, понимаете, что это бренд, а что с ней еще так? Вот это просто самая вкусная говядина региона? Ну, наверное, там особые луга, на которых выращивают говядину. Мы обещали про серые щи от Андрея Травникова. Вот давайте с них начнем. А можно вот сейчас был слушатель из Ордынского района. Вот как раз чай, замерзший путник, как раз был из Ордынского района рецепт. А от Ордынского района чего угодно можно ожидать, я вам скажу. Ну, что там с серыми щами от губернатора нашло? О, серые щи, это потрясающее блюдо. В чем там суть вся? В капусте, да. В капусте, да. Но какой? Крошево, замороженная капуста, вот она придает особую изюминку этому блюду. И когда Наталья Владимировна Шрейтер, наш директор, была в Вологодской области, их повели в ресторан по предзаказу, только можно попробовать это потрясающее блюдо. Говорит, удивительно вкусно. Вот Андрей Александрович поделился с новосибирцами этим рецептом. Проанализировав все рецепты, поняли, что очень много блюд из дичи. То есть, вот, очень много блюд из ягод и из местной рыбы. Ну, чем богато, как известно. Да, чебак, пеледь, вот активно используется, судак. И, наверное, у нас народ любит рецепты блинов передавать. Хотя, казалось бы, ну что там, чем можно блины испортить или улучшить? Можно, можно. Исходить блины можно чем угодно, а вот улучшить? Купинский район прислал рецепт. Купинские блины на парном молоке. Так. Вот, прекрасное блюдо. По несколько экземпляров отправили в районы Новосибирской области. Еще тираж небольшой, 900 экземпляров. На всю область всего 900 экземпляров? Да, очень быстро все разошлось, потому что печатали на спонсорские средства. Вот, то есть, это не бюджетный проект был. Радио 54 Первое. Областное радио.